Всем привет, с вами Андрей. Сегодня очередной день нашей поездки, и мы выбрались в деревню Эс. Это самое древнее поселение на Лазурном берегу 600 лет до нашей эры. Ничего еще не было, а она уже была. А потом кто только за нее не воевал. И римляне здесь устраивали свою, скажем так, дозорную точку. Отсюда все хорошо видно на побережье. И в результате очень долгих я так понимаю сражений, все-таки Франция взяла под свой контроль. Вот там находится как раз церковь Пресвятой Богородицы. Ее отсюда хорошо очень видно. Я специально зашел с этой стороны, чтобы увидеть ее во всей красе издалека. Ну и собственно вот она деревушка здесь на возвышенности. Эту церковь построили еще в 18 веке. Она конечно не такая древняя, как сама деревушка. Но тем не менее она старинная. И здесь открываются красивые-красивые виды. Мы поднялись на 429, точнее, когда заберемся на деревушку, мы поднимемся на 429 метров. Сюда идет 82-й автобус из Ниццы. Идет, ну в принципе недолго, но он переполненный. Такое впечатление, что мы с половиной Китая ехали, или Япония, я не знаю. Ну в общем, вы поняли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постепенно поднимаемся, и открываются красивейшие виды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь такие узкие улочки. Красивые стены, колоритные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь реально классные улочки. Вот здесь кактусы растут прямо в стенах. Туристов в море. Просто в море. Тут не редкий момент, когда никого нет. Но в основном такого не бывает. Всегда кто-то идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь просто шикарно. В этой деревушке сюда стоит приехать. Неужели это не круто побывать в самом древнем поселении, которое было на Лазурном берегу? Вишенка на торте. Это подняться в деревне, в ботсад. Вот я нашел ботсад. Здесь куча кактусов. Очень красиво. Очень красивые виды открываются. Ну, можно сказать, наверное, это самая высокая точка в деревне. И здесь необычайно красиво, необычайно много всяких видов кактусов, которые, не знаю, столько не видел в жизни. Вход сюда 6 евро. Ну, я чувствую, здесь есть что посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На вершине здесь находятся разваленные древние крепости. Остатки стен. И получилась смотровая площадка сейчас у них. Получается, можно просто ходить, снимать на самые высшие точки деревни С. Я так понимаю, здесь, наверное, 429 метров. А вот и церковь Святой Богородицы уже чуть ниже нас даже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, 6 евро. Вход сюда. Но это же, блин, красиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня повезло еще, что солнце прячется за тучки периодически. Не все время жарит, как вчера, когда мы бродили в Капфейро. Прячется, и хотя бы можно находиться наверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я обошел уже всю площадку, и здесь очень-очень красивые виды открываются сюда. Реально стоит прийти, посмотреть, пофотографировать, поснимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я снимал на вершине, пора идти посмотреть, что будет ниже, и выходить отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Обошли мы деревушку вдоль и поперек. Ну, надеюсь, все обошло. Все здесь осмотрели. Пришло время прощаться с деревней S. Сейчас будем выбирать новый маршрут. Хорошо погуляли в деревне. Куча ресторанчиков, кафешек. Все горы расположены по очень узким улочкам. Туристов в море. Все шутят на счет того, что я китайца во всех кадрах. Да, так оно и есть. А в целом прикольно. Очень прикольно. И мне очень понравилось. Так как на древнем холме в деревне S в туристическом мы все обошли, пришли на остановку, а до автобуса еще два с половиной часа. Да, здесь такие промежутки офигенные. И мы решили дальше пойти побродить. И зашли на противоположный холм, гору. В общем, видно отсюда там, где мы были. Вон там мы были. Церковь Пресвятой Богородицы. И вся эта историческая часть. И вот теперь мы здесь ходим. Здесь, конечно, скопление виллы. Сплошные виллы. Все дорого, богато, как положено. Идем, любуемся. Собственно, вон кафе. Вчера я в могиле. Да, вилл разных много. Красивых. Разной тажности. Все бассейны с голубой-болубой водой. Красота. Обошли мы эту гору. Здесь очень классно. Ну, как бы, я так думаю, да, небольшую гору. Здесь мы уже высоко поднимались. Потому что вон облака. Вон облака видно. Облака хорошо так просматривается. Мы очень высоко находимся. И где-то, где-то, где-то там... Где-то там находится Монако. За этой горой, я так подозреваю, судя по всему, судя по карте, находится Монако. Мы возвращаемся на остановку. Мы уже далеко углубились. Внутрь деревни, я так понимаю. Вот, пора возвращаться, чтобы успеть на автобус и поехать в Монако. Мы решили, раз уж мы в шести километрах от Монако, надо сгонять туда. Не откладывать на потом. И вот мы в Монте-Карло. Возле казино. Монте-Карло-казино. Площадь страны 2 квадратных. Километр. Ну, как бы, по нашим меркам, это смешно. Парк здесь построили зачетный. В теньке можно хотя бы спрятаться от палящего солнца. Здесь также проходит знаменитая Формула-1, одна из трасс Формулы-1. Здесь управлять реально сложно. Здесь по улицам идет трасса. Ну, а так, основная составляющая доходов Монте-Карло – это казино, ресторан, отель. На этом держится целая страна. Ну, как страна, 2 километра квадратных. Но жилье здесь 38 тысяч долларов в метр квадратный. 38 тысяч долларов в квадратный метр. Ну, его здесь очень ограниченное количество. И о желающих, как оказывается, очень много. И очень много очень богатых людей. Ну, а мы дальше идем рассматривать местные достопримечательности. Солнце, конечно, здесь просто испепеляющее. Находиться на солнце невозможно. Жарит безгожно. Нужно прятаться в тенек. Долго выдержать нахождение не могу без тенка. Идем, гуляем, изучаем Монако. Идем, гуляем. Идем, гуляем. И вот болиды, припаркованные возле казино. Казино Монтакаро. Вот, собственно, только здесь я и увидел интересные машины. А на дороге я особо не видел, чтобы гоняли суперкары. Все они стоят возле казино, походу. И все их фоткают и снимают на видео. А казино красивейшее. Казино, конечно, красивое. Но я этого не понимаю. Чтобы просто спускать деньги. Ведь все знают, что все проиграют. Да, здесь красиво, толпится куча людей. Всем интересно, позаглядывать, наверное, что там, кто там ездит. Как там вообще внутри казино. А так, посмотрел, обошел. Посмотрел болиды. Да, прикольно. Красиво. 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 Сейчас можно было найти внутрь, я вошел, ну да, здесь конечно шик и блеск, красиво, но ничего более. Походу здесь детей приучают к казино, дети могут тут играть, фишки переставлять. Но зачетно, что пускают, хоть посмотреть, какое казино изнутри, хоть какое-то представление можно иметь о том, что Монте-Карло внутри. В казино так прохладно, так классно, здесь выходишь, реально в пекло выходишь, реально в пекло. В Монако всего-навсего 4 района, один из них Монте-Карло. Пополнение бюджета это естественно казино, отель и ресторан, и плюс туризм, банальный туризм. В Монако почти 36 тысяч жителей. Монако второе государство в мире по численности населения на квадратный метр. Монако на квадратный метр. Знатные здесь в парке растут растения. очень высокие мы сейчас немножко спрятались от несносной жары сейчас как раз уже почти 4 часа и жара просто невыносимая на солнце судя по количеству чемоданов возле отеля и недостатка туристов здесь нет похоже мы подошли к порту а здесь включил высота после порта и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И вот мы пришли к общественному пляжу в Монако. Сейчас мы его пробуем. Пойдем купаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Чем-то напоминает по чистоте в Монако пляж, которая ближайшая к казино Монако. Одесса. Тоже какая-то взвесь, муть, перья, пластыри, пластик. Все что угодно плавает. И такая же грязная. Удивляет. Ну и такое впечатление, что ты на пляжняках вышел из дома и сразу идешь на пляж. Все так застроено. Все так близко. Такие впечатления. Ну и порт рядышком. Прямо видно. Полежали на пляже. Поплавали. Вода хорошая, теплая, но на удивление грязная, как в Одессе. В Ницце вода чистейшая. Просто реально лазурь чистейшая. А здесь куча взвесей. Ну не знаю, может порт дает, как в Одессе. Может плохо волнорезы влияют на чистку воды. Ну, в общем, как-то так. В общем, здесь немного странно. Очень ощущаются выхлопные газы. Внизу, когда идешь от пляжа к казино Ван Де Карла, очень и очень ощущаются запахи выхлопные. А так в целом нормально. Отдохнули и скоро поедем обратно в Ниццу. Вернулись мы из Монако. Зашли в пиццерию, поели пиццу в центре Ницца. И все, пора идти отдыхать. Потому что уже стемнело. И уже поздно. Всем пока.